КАПИТАН КАПИТАН КОМАНДЫ СБОРНАЯ БОЛЬШОГО МОСКОВСКОГО ШУДАСТНОГО ЦИРКА БОРИС НЕКИШКИН КАПИТАН КОМАНДЫ КВН СБОРНАЯ МФЮА АЛЕКСЕЙ БЕКТАСОВ КАПИТАН КОМАНДЫ КВН АЗИЯ МИКС ЭЛЬДИЯР КЕНЕНСАРОВ Друзья мои, как и на первом четвертьфинале, мы попросили капитанов рассказать о себе, ну, все, что захочется, все, чего не жалко о себе рассказать. И конкурс мы озаглавили так же, как и в прошлый раз, одной буквой, последней буквой алфабита нашего «Я» конкурс называется. Прошу, Алексей Виктасов. Дорогие друзья, тема конкурса «Я» и, как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Поэтому сейчас я вам расскажу и покажу своих друзей и тех, кто меня окружает. Ну, например, поступив в университет, первым делом я познакомился со своей любимой старостой. Здравствуйте, я Вера. Ладно, не надо. Значит, смотрите, ребят, завтра 8.30, встречаемся у Деканата и все идем на субботник. При себе иметь паспорт, сменку, бахилы и хорошее настроение. Да заткнись ты уже. Так, Олег, не перебивай меня, мы с тобой еще обязательно подружимся. Кстати, это был Олег, представитель тех людей, которые во время разговора интонационно скатываются вниз. Братан, вчера с такими девочками познакомился, просто королевы, я тебе говорю. Ну, чтобы вам было понятнее, у Олега в университете была только одна тетрадь, но по всем предметам. Как вы понимаете, Вера с Олегом встречались с первого курса, а Олег с Верой с третьего. И помимо этой прекрасной парочки я учился и с другими ребятами. Знаете, у нас были такие стобальники по ЕГЭ. Как правило, они выглядели примерно вот так. И, закончив учиться в Москве, я вернулся в родной Волгоград, и этому факту очень сильно обрадовался мой отец. Потому что папа очень сильно волновала, как обстоят дела у меня в Москве. Так, сынок, иди сюда. Ты самая, ты самая, грубо говоря, там, ты самая, там, ты, это, там, в своей Москве, там, ты самая, ты, когда, ты, папа, я не гей. Вот, вот, а я знал, вот, я так, я так и говорил. Мать, гони пятихатку, пятихатку гони. Ну вот вы и познакомились с моими друзьями, и я надеюсь, вы сможете ответить на вопрос, кто я. Спасибо за внимание, Алексей Бектасов. Спасибо. Алексей Бектасов закончил. Прошу, Алексей Кривеня, тебе слово. Hello, people. Хочу поговорить с вами, знаете, о воспитании. Ну, просто воспитание, близкая ко мне такая тема. Я, можно сказать, не эксперт, да. Да, воспитывал меня дед, вот, кстати, шапка, от него же досталось, да. Не, он живой, все нормально, вы что. Просто как-то на день рождения ко мне пришел, говорит, эх, Леха, и забыл ее. Вот. Теперь я щеголяю, да. Не, вообще, дедушка у меня, знаете, какой был. Его даже, это, местный участковый, знаете, как называл? Репка, да. Потому что сажали его часто, доставали долго, и всей семьей там, ну. Да, он мне, кстати, постоянно говорил, Леха, будь воспитанным. Вот если друзья просят у тебя в долг, никогда не спрашивай, зачем. Не давай и не спрашивай. Два золотых правила. Вернемся к воспитанию. Ну, у каждого такая ситуация была, когда приходишь на день рождения к родственникам. Ну, садишься за стол, а самые вкусные бутерброды, знаете, хлебушек напополам, шпротинка, огурчик. Вот, маслом так все смазано. На самом краю лежат. Ну, и ты ж тянуться не будешь, правильно? Скажут, невоспитанный. Вот. И брата Митю с женой Зиной не попросишь передать, потому что вопрос по бабкиному дому еще висит. Ну, и сидишь, как дурак, эту фасоль по тарелке гоняешь. Не было, да, у вас такой ситуации? А вообще, знаете, друзья, воспитание — это же не только слова «спасибо» и «пожалуйста». Это еще и готовность помогать людям в любой ситуации. А вот чтобы тебе люди помогли, самое главное — не забывать такие слова, как «спасибо» и «пожалуйста». Спасибо! С вами был капитан команды «Русская дорога» Алексей Кривеня. Пожалуйста! Эльдияр Кененцаров, пожалуйста. Добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Эльдияр, мне 32 года, из которых 16 я играю в КВН. То есть половина жизни посвящена этой игре. И, естественно, это не могло не сказаться на моей жизни. Благодаря КВН я познакомился с женой, даже в ЗАГСе после вопроса «Согласны ли вы взять в жены?» я сначала 30 секунд совещался с друзьями. Кстати, именно благодаря КВН, и это реальный факт, осенью прошлого года одна из партий политических предлагала мне баллотироваться в Кыргызский парламент. И если бы я тогда согласился, то, уважаемые члены жюри, сейчас бы вы судили депутата. Согласитесь, заманчиво звучит. Помимо КВН у меня есть еще один талант. Обратите внимание, вот, пожалуйста. Это моя дочь. Это мой сын. Ну, вы поняли, в общем, да, о каком таланте я сейчас говорю? Я отличный фотограф. Вообще, быть ребенком КВНщика, наверное, очень сложно. Ведь обычно дети хвастаются. Мой папа милиционер, вот сейчас он придет и посадит тебя. Мой папа боксер, он придет и забьет тебя. А что сказать моим детям? Мой папа КВНщик, он придет и проведет тебе свадьбу? Кстати, не очень дорого, между прочим. Вы знаете, я знаю, что моя дочь не пропускает ни одного моего эфира. Ну, естественно, там, где я не играю, те игры она вообще не смотрит. И вот у меня есть одна мечта. Как же все-таки хочется, чтобы ребенок узнал, что такое полуфинал юбилейного сезона. Спасибо большое. Спасибо. Борис Никишкин, слово тебе. Спасибо. Дорогие друзья, сразу вам честно признаюсь, текстовый монолог для меня это очень сложно. А нам, артистам цирка, сложные номера без ассистента выполнять запрещено. Итак, тема капитанского «Я». До меня, конечно же, были мои родители. Потом неожиданно появился я. Когда я подрос, я решил посвятить себя футболу. Я начал играть в футбол и обратил внимание на то, что так играет сборная Бразилии, так сборная Испании, а так всегда играла сборная России. Или же, к примеру, так голы забивает Месси, так Роналду, так Киржаков. И вообще, наша сборная часто проигрывала. Я решил завязать с футболом и пойти учиться в МГУ. Но обучение там обошлось бы мне довольно дорого. Чтобы заработать такие деньги, нужно либо играть в футбол, либо какое-то чудо. А чудеса делаются, конечно же, в цирке. И в конце своего монолога хотелось бы обратиться к жюри. Дорогой жюри, сейчас мой ассистент возьмет ваши бутылочки с водой. Вы, пожалуйста, не обращайте внимания на то, что он делает. Мы в цирке привыкли доверять друг другу. Надеюсь, что вы тоже друг другу доверяете. Константин Львович, это точно ваше. Рудольф Левицкий, капитан сборной цирка Борис Никишкин. Спасибо. Спасибо. Спасибо, капитаны. Спасибо. Вы можете идти к своим командам. Спасибо вам громадное. Мы без вас тут сейчас решим вашу судьбу. Четыре балла максимум. Первым делился своей биографией. Капитан МФА Алексей Бектасов. Прошу. Три, три, четыре. Три, три, три. Капитан команды «Русская дорога» Алексей Кривеня. Четыре, три, четыре, три, четыре, три. Капитан команды «Азия Микс» Эльдияр Кенинсаров. Четыре, три, четыре, три, четыре, три. И капитан сборной цирка Борис Никишкин. Все судьи четыре балла за конкурс капитанов. Спасибо.